Торговый центр Вегас, рядом Московская кольцевая автодорога. На съезде с трассы водители встречают сразу несколько экипажей ГИБДД. Инспекторы стоят на проезжей части, они внимательно осматривают проезжающие машины. Даже затемненные стекла не помеха. Взмах полосатого жезла отправляет нарушителей к обочине. После обязательной проверки документов вопрос, почему перевозите детей не по правилам. Ответы самые разные. Кресла у меня нету, как-то вот видите сейчас с деньгами плохо покупать. У машины была на мойке, просто помыли машину и забыли на мойке поставить. У меня для старшего есть кресло, точнее не кресло, а подушка. А для маленького кресла, ну просто я говорю, сейчас выехал, вынужден был просто выехать сюда, для того, чтобы просто детей, ну, одеть, одним словом. Поэтому просто так получилось, что я в спешке выехал без этого. Штраф за небезопасную, без специальных устройств. Перевозку детей – 3000 рублей. Половину можно сэкономить, если заплатить в течение двух недель после нарушения. Ехать в детском кресле по закону должны все автомобилисты младше 12 лет. Для новорожденных свои правила. Маленьких наших грудничков водители могут перевозить в люльки. Не могут, а обязаны перевозить. Но тогда нужно смотреть на автомобиль свой. И отключать подушку безопасности, когда устанавливается люлька у нас на переднее сидение. Против движения. А самые безопасные места для подростков – задние. В последние годы маленьких пассажиров все чаще перевозят по правилам, отмечают в ГИБДД. Но пока что кардинально улучшить статистику не получается. На сегодняшний день две трети всех пострадавших в авариях – это дети. Алексей Пименов, Евгений Петров, Анастасия Нурфонова. Видное ТВ.